Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пятнадцать лет. Почти полжизни езжу этой дорогой, а она не убывает. Хорошая, работящая дорога. На работу ездим вместе с женой Светланой. Мы с ней в одной смене на крановщице прокатного стана. Я тоже был когда-то таким. Им теперь легче. Два полных года науки. А из нас фазушников-столеваров делали за несколько месяцев. Наша девятая готовится к выпуску. Это я по дымку над трубами определяю. На седьмой завалка. Значит, скоростную дали. Жмут ребята, на пятки наступают. Это хорошо. Идет битва за юбилейную. А вот Володя Абдаладзе. Отличный столевар. Из Рустави приехал и остался, как и я, на Урале. У него всегда полный порядок. Девятая, Девятая. Панфеворского к начальнику цеха. Панфеворский, вас вызывает Алым. Что это? Неужели опять задержка с шехтой? Нет, похоже, разговор здесь не о шехте. Виктор, рядом мой трамвайный знакомый. Так и есть первая смена у парня. Но при чем тут я и Михайлов? А, все понятно, Федор Александрович. Значит, решили забрать Михайлова в столевары. Виктора, моего первого подручного, в которого я каплю за каплей вложил весь свой опыт, всего себя. Забрать лучшего помощника в такой момент? Не согласен. Сейчас так и скажу. А если Алым вспомнит, как он еще, будучи мастером, помогал мне стать стельваром? Как нянчился со мною, воспитывал? Идем, Тон. Идем, незнакомый-то мой человек с короткой фамилией Мудрик. Посмотрим, чему вас учили в магнитке. Вот твои новые товарищи. Валентин Новицкий, твой напарник. Но только на один день. Завтра он встанет вместо Жени, а ты займешь его место. Евгений Ковригин. Сегодня он еще второй, а с завтрашнего дня будет первый подручный. Присматривайся, Толик, лови все на лету. Сам понимаешь, сейчас нам нельзя терять ни тонны стали. А это наша девятая. Мартеновка моя судьба. Иногда мы остаемся у печи втроем. Особенно часто это бывает во время экзаменационных сессий, когда на соседних печах не хватает людей. Мы посылаем на помощь нашего Валентина. Он уходит в бригады, с которыми мы соревнуемся, которые стремятся нас обойти. Но мы отправляем его, потому что иначе нельзя. Так надо. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Когда-то я мечтал стать пилотом. Учился в Днепропетровском летном. Поехал к сестре в гости в Челябинск. Да так и остался. Остался по-башкирски колды. Колды. Так называется это озеро. Никогда не забуду весну 64-го года. Я тогда был самым молодым участником всесоюзного совещания сталиплавильщиков. В зале сидели прославленные стрельвары, виднейшие ученые и металлурги. Как я тогда воловался. Думал об одном. Как бы ни подвести, ни опозорить честь нашего завода, нашего цеха, нашей девятой печи. На плавку дружбы ко мне в подручные вызвались знатные сталевары страны. Казах Арген Жунусов, магнитогорец Павел Иванович Фадеев, герой социалистического труда, Александр Тихонович Лобода из Запорожья. Срабатывались на ходу. Сталь сварили точно заданной марки. Плавку выдали в рекордное время. А в конце юбилейного 67-го наша бригада завоевала почетное право варить 100-миллионную тонну советской стали. Взят 100-миллионный рубеж рапортовали мы в конце Нового года. Значит, вы собираете металлолом, а мы из него в день рождения Ильича варим юбилейную сталь. Хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ Девятая, девятая. Панфиловского к телефону. Иван Никитич, вас вызывает Московское радио. Слушаю. Здравствуйте, Иван Никитич. С наступающим днем Металлурга. Спасибо. Как у вас идут дела? Дела идут хорошо. Своё слово дать к столетию Ленина тысячи тонн сверхплана уже выполнили. Работаем в счет юбилейного 70-го года. 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 Субтитры создавал DimaTorzok